коллеги есть какая-то информация по поводу судов добрый день всем приветствую давно не была у вас на созвонах как-то все не попадалось созвонов давно не делали ну может быть да по поводу кооператива что может быть действительно есть люди которые не владеют вообще совсем информацией давайте чуть-чуть может быть расскажу что происходит конкретно по поводу судов ничего вообще сказать нечего просто потому что они просто не назначаются то есть это вообще какая-то ну волшебная такая ситуация происходит что были решения судов ну это уже издалека это уже старая очень информация было решение о том что аресты на квартиры которые наложены было апелляционное решение о том что пересмотреть еще раз вернуть опять в суд первой инстанции пересмотреть еще раз и они вот не назначаются уже прям энное количество месяцев то есть я не знаю под какими ну не владею даже информация этой потому что по моему никто даже не знает наверное под каким предлогом так долго не назначается новое рассмотрение то есть очень долго идет вопрос просто она не назначена вообще ни за ни против ни плохого исхода не хорошего никакого нет даже дата не назначена но в то же время другие какие-то чудеса происходят тоже непонятные люди были были у них аресты на квартирах вдруг идут заказывают выписку собираются то есть собирают уже все пакет документов в суд для того чтобы снять арест конкретно со своей квартиры кто-то из пайчиков и вдруг выясняется что там нету ареста он куда-то делся то есть и это уже не один случай а уже прям ну их несколько уже так вот выяснилось почему с каких квартир по какому принципу вдруг снимаются эти аресты но судах никто ничего не слышал каким решением они снимаются тоже непонятно в общем какие-то чудеса происходят не могу даже сказать прокомментировать самой интересно почему так но по факту так и есть потом что еще по кооперативу так как давно не было в эфире так что еще по кооперативу но разные варианты то есть пайщики начали сейчас так довольно активно проходят сессии что это такое это совершенно законная возможность она и раньше была просто раньше ее никто не пользовался ну как бы не надо было вот и не пользовались и все а сейчас как бы начали пользоваться стали объединяться там внутри семей и так далее что такое сессии это договор передачи пая от одного человека другому ну вот так и очень просто стараюсь выразиться то есть например там в одной семье к примеру там у мамы там квартира уже куплена да допустим уже проживает квартире рассчитывается а еще там у сына там еще у кого-нибудь там у сестры есть накопительная программа то есть квартиры еще нету и вот они между собой обмениваются сессиями то есть друг другу передают и получается за счет паевых средств которые со счета снять сейчас невозможно да получить возврат невозможно ну потому что аресты наложены вы же понимаете почему и для того чтобы не ждать вот этого снятия ареста со счетов люди начали между собой группироваться обмениваться вот этими паями цессиями то есть и полностью закрывают получается задолженность перед кайл кооператива за квартиру ну то есть группируются и какую-то квартиру полностью допустим рассчитываются потом идут соответственно если арест наложен то через суд переводит свою собственность эту квартиру полностью то есть баланс кооператива на уходит либо если не наложен ареста просто идут и переводят свою собственность вот как раз в этом процессе и выяснилось что аресты куда-то начали деваться по какому принципу пока непонятно не со всех квартир а как-то вот выборочно в общем пока мы не поняли по какой системе это происходит но происходит каким-то образом а потом люди тоже как бы за деньги начали да также обмениваться сначала это началось как бы такой внутри семейные были сделки потом уже люди поняли что так можно оказывается начали тоже друг другу перепродавать эти паи то есть за сумму своих же паевых если человек который хочет допустим выйти из кооператива хочет вернуть забрать свои накопленные средства и есть человек который готов рассчитаться уже хочет досрочно рассчитаться но тоже если он просто оплатит квитанцию в кооператив естественно у всех есть такая возможность то есть это не обязательно это просто возможность соответственно человек который просто хочет рассчитаться у него допустим есть деньги, но он тоже пошел путем объединения. Когда-то же эти люди объединились, помогли ему купить его квартиру, соответственно. И сейчас он тоже готов помочь кому-то другому забрать свои деньги. То есть просто не зачисляет их на счет кооператива, на арестованный счет, а тоже путем юридической сделки по цессии передает. То есть пайщик, который хотел выйти, получает деньги, соответственно, а пайщик, который хочет рассчитаться за квартиру, получает их в программе 1С, переоформляет, и точно так же все. Он полностью рассчитался за квартиру. Ну то есть, скажем так, жизнь заставила какие-то другие варианты, то есть родить таких взаимозачетов определенных. Это сейчас такая прям бурная деятельность ведется. Люди делают активно, решают свои задачи. Для этого особо... Нет, несмотря на то, что счета, получается, заблокированы, а работа с документами возможна. То есть, например, когда человек делает вот такую переуступку своих боевых накоплений, то есть, получается переоформить? Получается переоформить, потому что нет физического движения денег на счетах. То есть, для этого же не нужно со счета человека одного, то есть, получить ему его на карту, допустим, а потом с карты заплатить за другой счет кооператива. Этого же не нужно делать. То есть, можно это сделать просто в бухгалтерской проводке. Ну, я вот пытаюсь упростить, чтобы было понятно слушателям. Просто это делается в бухгалтерской проводке. То есть, денег на счету столько же, сколько было, столько и есть. Денег в программе столько же, сколько было, столько и есть. То есть, они перемещаются, скажем так, с паи-накоплений с имени одного человека на паи-накоплений на имя другого человека. То есть, этому арест счетов не мешает. Вся работа документов, она нормально, она ведется, не заблокирована. Но там есть, конечно, определенные трудности в связи с тем, что штат маленький сотрудников. Ну, то есть, просто мало людей, которые это обрабатывают, соответственно. Это происходит очень безопасно, вот этот процесс сессии. Может быть, кому-то нужно это сейчас и слушать. Или пусть послушают, узнают, что так можно. Почему? Потому что кооператив выступает как бы третьей стороной договора. То есть, полностью все договора сессии подготавливает он сам. То есть, чтобы это было безопасно и для одной стороны, и для второй. С этим, ну, вы понимаете, что сейчас под особым пристальным контролем находится БСТВ, поэтому, конечно, ему никакие вообще там заморочки. Вот, чтобы что-то было хотя бы чуть-чуть там не так с документами, конечно, ему не нужно. Поэтому это делается через кооператив. То есть, сотрудники полностью проверяют счета, действительно ли все у всех там погашено, налажено, там все в порядке, документы в порядке. Обе стороны они проверяют. То есть, и принимающую, и отдающую сторону. Еще тоже есть замечание важное. Не производятся сделки сессии, если человек находится в банкротстве, потому что это большая опасность. То есть, это тоже проверяют для того, чтобы не было проблем ни у какой из сторон, и у кооператива в том числе. Это делается очень, ну, отлаженно, скажем так. Есть договор, вот как была покупка квартир по стандартному договору, да, от кооператива. То есть, готовили этот договор только юристы кооператива, и не было возможности что-то там подправить, приписать, там, переделать и так далее. То есть, ну, вот есть стандартный, вот есть там четыре стандартных варианта. Вот выбирай, какой тебе подходит, то есть, ну, и действуй по общим правилам. Именно поэтому до сих пор и по сей день ни одна сделка с кооперативом не была расторгнута. Вот, ну, за всю историю, да, за все эти годы работы кооператива ни одна сделка не была расторгнута и признана там какой-то не такой, там, незаконный, не знаю, там, не настоящий. Не было ни одного факта где-то там завышения либо занижения цены, либо нерасчета там между продавцом и покупателем, либо еще чего-то. То есть, это все очень юридически чисто проводится и вот, ну, в таком же разрезе сейчас проводятся эти договора с сессией. То есть, ну, да, кто просто написал заявление на выход и просто ждет того, чтобы, ну, получить деньги на свой счет. Меня слышно? Что-то у меня все пропало. Все нормально. Меня выбило на минуту. Все нормально. То есть, кто просто ждет, соответственно, а те пока вот в данный момент не могут получить возврат паевых средств, ну, потому что счета под арестом. Ну, можно, например, пойти другим путем. А потом люди тоже так же сгруппировались, наконец, сообразили, что у кого там два-три своих собственных кооператива, можно их тоже сгруппировать на один. То есть, ну, там другая процедура, она попроще, тоже юридическая, но она более облегченный вариант. Там ни суды, ни что не нужно. То есть, у человека было, например, вот здесь там квартира, вот здесь там миллион накопленный, а вот здесь еще там 300 тысяч. Ну, я просто так говорю цифры. Он тоже может их все объединить в один и либо это в расчет за квартиру уже пустить, что меньше останется, да, выплачивать, либо полностью рассчитаться, соответственно. То есть, начали перегруппироваться. Я подозреваю, что в связи с... Ну, точнее, не подозреваю, я понимаю, что в связи с этим просто количество пайщиков сокращается, ну, потому что перегруппировываются люди между собой. И прям я, ну, жду в предвкушении, но пока не слышала, чтобы какие-то там слухи ходили. Вот, куда-то деваются пайщики, там куда-то там убавляются. Вот было 20 тысяч, осталось там, там сколько, 19. Но пока не слышала таких слухов, да, но я прям жду, что они появятся, потому что, естественно, тем, что люди между собой объединяют вот эти кооперативы, конечно, количество самих договоров по накоплению, ну, сокращается, само собой, потому что те, кто уже вышел из кооператива, этот же договор закрывается, все, он же больше не пайщик, соответственно. Вот. Ну, на эту тему давайте еще тоже поясню, вдруг кому-то нужна эта информация. Есть расходная часть определенная, то есть если ты просто пишешь заявление, допустим, на выход из кооператива, тогда есть, при получении денежных средств есть комиссия Сбербанка, это 4% от суммы. Это, ну, ничего с этим не сделаешь, это, ну, это Сбербанк установил такие условия. То есть есть такой момент. А при оформлении договора цессии расходная часть получается так, ну, где-то около 8 тысяч примерно, независимо от суммы. То есть сумма не имеет значения, там, хоть там 100 тысяч передают по цессии, хоть там 10 миллионов, сумма не имеет значения, ну, где-то примерно, я давайте вот, чтобы точно не говорить. В общем, когда, если кого-то это заинтересовывает, этот момент, значит, он пишет на почту кооператива, и ему конкретно всю раскладку дают, что-то инструкцию, что сделать, как сделать, куда, чего, сколько, там, какие документы и так далее. То есть там все очень четко отлазано, прям хорошо работают, молодцы. Хотя до этого, ну, такой практики не было. Такая возможность была, но просто никто ею не пользовался, еще раз говорю, просто не надо было. Как бы шли другим путем. Потом, что еще? Соответственно, очень много людей отозвали, наоборот, заявление на выход, то есть собирались выходить из кооператива, а сейчас ознакомились там с некоторыми, там, документами, да, то есть тут экспертиза уже, сколько штук уже экспертиз, я со счета сбился, если честно, по-моему, 7, ну, я могу ошибаться. Экспертиза, которая заказывала следствие само, то есть там в разных ресурсах, там, МВД, ну, по заказу МВД, скажем так, производились различные экспертизы, то есть это там и финансовая, и бухгалтерская, там, юридическая, ну, в общем, различные экспертизы. И все они показывают, что все деньги кооперативы на месте. И, соответственно, ну, то есть полностью баланс сходится, вот сколько пришло, вот это в квартирах, вот это на счетах, вот это потрачено на определенные расходы. Все, то есть балансы сходятся по всем вот этим экспертизам, какие бы ни проходили, а нигде не было там какой-то недостачи, растраты, там, ну, то есть ни одного факта такого не было обнаружено. И, соответственно, люди, поняв это, чуть-чуть как бы ознакомившись с этой ситуацией, да, с этой историей, начали просто отзывать назад свои заявления, то есть такие, ну, нет, раз все нормально, деньги все на месте, тогда и я тоже на месте, соответственно. Что еще вам рассказать про кооператив? Может, вопросы какие есть? Ален, ну вот, глядя, раз вы в теме, то есть глядя вот в целом на ситуацию, что можете сказать? То есть, ну, насколько велики шансы для кооператива возобновить свою работу, продолжить и так далее? Или государство взялось прямо вот очень по-серьезному, что шансы мало ли? Ну, государство взялось, ну, государство, я не знаю, кого под государством понимать. Ну, давайте, ладно, скажем так, государство взялось, и это серьезно. Давайте так, нашу судебную систему. Хорошо, да. Пусть, ладно, система взялась, и это серьезно, это не шутки, это действительно очень серьезно, но кооператив взялся тоже очень серьезно, потому что все вот эти экспертизы, которые проводятся, соответственно, кооператив эти же экспертизы и предъявляет в свою защиту. То есть, ну, он даже другие не заказывает, потому что в этом нет смысла, потому что смысл какой? Допустим, МВД заказала какую-то экспертизу и предъявляет ее там, ну, где-то как доказательство чего-то. И адвокаты просто берут эту же экспертизу и говорят, хорошо, давайте разберем. Вот здесь это написано, здесь это, здесь это, да? То есть, ну, и все. И, в общем, даже нет смысла говорить, что нет, это у вас неправильная экспертиза, давайте мы закажем другое. Даже нет смысла в этом, ну, потому что все данные полностью, документы же все у следствия, документы все изъяты давным-давно, то есть еще уже больше года назад. Обысков уже три было в кооперативе, за это время все серверы там, ну, то есть вся полностью информация есть, как бы, то, что тоже еще вот слухи ходят, давайте немножечко об этом скажу раз, ходят слухи, значит, надо пояснить, да, о том, что есть судебный, еще один процесс идет. Судебных процессов очень много, они происходят параллельно друг с другом. Вот еще об одном говорю, о котором тоже много слухов ходит, различных, это прокуратура, городская прокуратура Санкт-Петербурга подала в суд на то, чтобы признать организацию деятельности кооператива незаконной. Это дело тоже тянется с ноября месяца 22-го, да, получается, года, 22-го, да, года. С ноября они подали, все никак не могут, в общем, рассмотреть. Опять в очередной раз было отложено для уточнения требований прокуратуры. Ну, то есть, там нет никакого результата, просто вот его выходит, как правильно-то объяснить? То есть, назначается судебное заседание, на него приходит там представитель прокуратуры, соответственно, и адвокат кооператива приходит. Предъявляют какие-то, то есть, они же друг другу там какое-то исковое заявление было, какие-то, ну, претензии, скажем так. Были какие-то, какое-то это заявление от прокуратуры, на него адвокаты составляют отзыв соответствующий. То есть, ну, по этому пункту вот так, здесь вот так, здесь вот так, еще там у нас ходатайство, просим приобщить вот это, вот эти документы, вот эти там, ну, и так далее. И даже до рассмотрения дело не доходит, потому что все стопорится вот уже несколько раз на том моменте, что непонятно, то есть, что конкретно требует прокуратура, что сделать-то надо. То есть, она даже не может сформулировать вот эту мысль, что сделать, что, как признать деятельность, что признать незаконным, какой именно момент признать незаконным. Незаконным приобретение квартир признать надо? Ну, вроде нет, вроде квартиры, как бы, ну, сложно оспорить, что они незаконные. Что тогда признать? Они формулируют это примерно как привлечение денежных средств, то есть, признать незаконным, привлечение денежных средств. Но это длящиеся договора, то есть, у людей там на 10 лет, да, там больше и так далее, договор. Если, допустим, вот давайте, например, у меня куплена, у меня нет квартиры, сразу говорю, то сейчас слухи пойдут, я в накопительной программе. Допустим, у меня куплена квартира, я должна за нее 10 лет рассчитываться, то есть, это мои договорные отношения. Соответственно, я должна 10 лет вносить эти деньги в кооператив, ну, либо сразу рассчитаться, где-то там бежать, искать эту сумму и так далее. То есть, я же должна свои условия договора выполнить? Должна. И когда вот это вот приходит, это понимание, что договора длящиеся, а как тогда? Признать их задним числом недействительными? Что нет, неправильно тебе купили квартиру? Тогда нужно объяснить, почему. То есть, значит, сделка была незаконная, что ли, а сделка до сих пор за все эти годы ни одной сделки незаконной не было признана. То есть, они все законные. А что тогда незаконное? Ну, и как-то вот эта вот формулировка, в общем, незаконное привлечение денежных средств, что именно туда подразумевается, в общем, непонятно. И опять в очередной раз отложили, уже больше, чем на два месяца даже, хотя это тоже нонсенс. То есть, судебные заседания, когда назначаются, они там, ну, пусть через месяц, ну, пусть через полтора. Но два месяца, это крайний срок, то есть, на который может быть отложено судебное заседание, а уже опять больше, чем на два его отложили. То есть, там получается, ну, грубо, там, 10 недель. Ну, примерно, я вам говорю. То есть, больше двух месяцев откладывают до следующего, для того, чтобы прокуратура уточнила свои требования. Что именно? Что конкретно? Какое будет решение, естественно, непонятно, ну, потому что это судебное заседание, это состязание сторон, это каждая сторона предоставляет свои определенные документы, доводы. То есть, ну, я просто могу только сказать, что адвокаты там предоставили, например, решение судов этого же суда, в котором идет рассмотрение, этого же суда о том, что деньги принадлежат пайщику, да, его паевое накопление, не по квартире, а по деньгам был вопрос. Деньги принадлежат пайщикам, соответственно, членские и вступительные взносы возврату не подлежат, в соответствии с законодательством. Ну, то есть, я не знаю, чем это дело закончится, потому что пока даже не понятно, что просит прокуратура, вот честно. В очередной раз, вот уже четвертый, наверное, раз, их просят уточнить исковые требования. Что именно уточнить? То ли с 2014 года всю деятельность незаконной, как бы, что сделать-то надо? Или сейчас перестать принимать новых пайщиков? Ну, их и так кооператив не принимает, просто добровольно. То есть, что нужно, что считается привлечением денежных средств, пока, в общем, непонятно. Ну, в общем, претензия, вот как-то так звучит, что организацию деятельности по привлечению денежных средств. Вот, это судебное заседание тоже, соответственно, в зависшем состоянии, никуда оно, как бы, не движется, ну, по нему тоже, в общем, нечего рассказать, скажем так. А вообще, масса различных происходит судов, но они, и пайщики сами, очень тоже, рьяно отстаивают свои права, снимают аресты с квартир, соответственно, вот переоформляют собственность, вот переоформляют по цессии, да, выкупают полностью, получают все документы от кооператива, просто рассчитываются досрочно за жилье, понятно, что сейчас, ну, если кто-то покупал, например, там, года четыре назад, да, квартиру, допустим, естественно, что вот сейчас, в этот момент, цена на эту квартиру выросла, то есть она стала стоить дороже, и люди просто спокойно, там, остаток, который у них был по договору с кооперативом, спокойно гасят, полностью рассчитываются и переводят квартиру в собственность, но иногда это получается без суда сделать, если арест вдруг куда-то девается, иногда через суд это делается, но через суд тоже кооператив полностью помогает, если кому-то нужно это, кооператив полностью дает судебную практику всю, по стране, там, во многих-многих регионах дает практику, где суды уже вынесли такие решения, да, чем основывались, То есть кооператив сам дает образец искового заявления, то есть что, как, даже не надо человеку-юриста для этого нанимать, да, то есть кому-то платить. Это все кооператив предоставляет. Кооператив сам выступает тоже стороной в судебном процессе, дает отзывы грамотные, что вот тут так, тут так, тут так, то есть я не против, да, пожалуйста, человек рассчитался, пусть переводит в собственную, собственные обязательства выполнят. То есть вот эти судебные процессы, их очень много происходит различных. Ну вот таких вот каких-то ключевых, вот по снятию арестов со счетов, вот не назначают дату апелляционного заседания тоже. По снятию ареста со всех квартир, в принципе, тоже не назначают дату. То есть и вот по иску прокуратуры его уже не знаю какой раз откладывают для уточнения исковых требований. То есть каких-то глобальных вот даже нечего рассказать о судах. Но единственное, заканчивается же срок, то есть до 19, по-моему, или до 18 июля. Ну, я могу путать даты, ну вот где-то в этом районе, до 18 или до 19 июля был наложен арест на счета кооператива. И вот, ну, этот срок просто подойдет к концу, и, соответственно, что-то должно произойти. Либо он просто закончился, и все, этот арест. Либо, значит, будет новое ходатайство о том, чтобы еще какой-то арест по-новому еще раз наложить, соответственно. Ну, это уж будет тут, наверное, никуда не денемся. Что-то будет. Либо он просто закончится, либо выйдут с новым ходатайством следствия. Ну, с новым ходатайством, не знаю. Ну, может быть, то есть отрицать этого тоже нельзя. Да, может быть, есть такая вероятность. Но просто дело в том, что уже срок следствия самого уже очень сильно растянулся, скажем так, и уже нужно завершать этот вопрос. И люди, которые содержатся в СИЗО, они уже почти полтора года, да, сидят, а это максимально возможный срок. Вообще полтора года будет, по-моему, в августе. То есть если они с какого-то там февраля, ну, вот если посчитать, 18 месяцев, соответственно. То есть уже, ну, так просто нельзя сидеть так долго без предъявления обвинения уже. Ну, раз есть обвинение, ну, значит, выходите в суд, обвиняйте и выносите решение. Просто так следствие уже продлеваться не может. Поэтому какое-то движение мы все равно увидим вот в июле, в августе какое-то движение все равно будет. Ну, потому что так просто не замолчишь это все. Ну, процесс должен идти в любом случае. А вот по поводу тех квартир, которые в итоге переоформлены, ну, видимо, кооператив не хочет как-то это афишировать. Ну, например, они могли бы как-то в чате, в разделе новостей сообщить, что вот такое-то количество квартир там переоформлено, или они просто сейчас не хотят лишней шумихи? Ну, не знаю. Я не могу прокомментировать это. Ну, как бы много же очень различных чатов. То есть есть чаты, где люди друг друга ищут вот для того, чтобы, допустим, по цессе обменяться. Есть люди, где друг друга ищут. Они там делятся новостями, что у кого как, у кого там сколько времени там оформление документов заняло. Делятся новостями друг с другом, кто смог вот без суда переоформить. То есть у кого вдруг пропал куда-то арест. Делятся новостями, соответственно, кто через суд, то есть кто подал, у кого сколько времени это заняло, кто в процессе. Ну, люди-то между собой обмениваются информацией. Они-то, в принципе, не оторваны. То есть они-то, в общем-то, это знают. А то, что какая-то статистика там официальная, вы имеете в виду, где-то там на официальном канале кооператива, допустим, не указывается, сколько квартир переоформлено. Ну, не знаю. Может быть, просто не считают нужным этим заниматься. Не знаю, не могу сказать. Не могу сказать. Ну, кстати, должны быть вот изменения в личном кабинете кооператива. Я тоже еще не заходила, еще мне как бы, ну, руки не дошли, скажем так. Либо они уже были, вот я не знаю, либо на днях будут вот буквально, то есть скоро-скоро, потому что там какой-то вопрос голосования. То есть общего собрания, и нужны там какие-то вопросы поставленные, которые пайщики могут проголосовать. Ну, должны бы, скажем так, проголосовать, потому что пайщики – это и есть кооператив. То есть надо бы сходить, и, ребят, сходите в свои кабинеты, посмотрите, что там новенького. Соответственно, посмотрите обновления. А вот насчет исчезновения арестов не очень понятно. То есть, ну, арест ведь должен быть чем-то обоснован. То есть, как бы, люди, получается, смотрят по документам, у них квартира под арестом, а потом в какой-то момент выясняется, что она не под арестом. Так это происходит? Ну, примерно так, только, знаете, как люди же не по документам смотрят, что она под арестом. То есть документы же у них на руках, когда они приобретали квартиру, там, естественно, никаких арестов не было на тот момент. То есть у них прям документы бумажные, имеется в виду, они-то без арестов. Ну, сколько раз накладывали эти аресты, кто-то там, допустим, выписки с Росреестра заказывал, ну, смотрел, есть арест или нет, потом есть чат-бот тоже, ну, чтобы проверить арест на недвижимости, он, конечно, ну, не всегда прям достоверную информацию прям быстро отражает, но, тем не менее, тоже им пользуются, то есть проверяли до этого, был арест, все уже подготовились к суду, допустим, погасили полностью долг, собрали уже документы для суда, уже пакет документов собрали, и для суда, в том числе, нужна выписка вот с синей печатью, с мокренькой, да, такая, из Росреестра, выписка, выписку получают, а ареста нет, как он снят, на основании чего, непонятно, уже вот, ну, есть определенное количество таких случаев, то есть ни один, ни два, а когда раньше был арест, а потом куда-то делся, то ли у него срок у этого ареста закончился, ну, как бы, он был бессрочно наложен, в принципе, то есть в какой-то момент, вот, который, который нам известно решение судов, там не было срока какого-то отсекательного, что до такого-то числа, можно было подумать, что просто число это наступило, и все, срок закончился, нет, а у кого-то есть все равно эти аресты, по каким принципам, непонятно, не знаю. Ну, а в системе Росреестра там нет такой функции, вот как мы с вами смотрим, например, там, ну, сервисы, где фигурируют юридические лица, вот такого-то числа там, допустим, ну, добавились какие-то данные, вот в Росреестре нет такой функции, чтобы там, вот такого-то числа был снят арест и так далее. Да, я поняла ваш вопрос, ну, вот типа как в Роспрофайле, да, например, вы имеете в виду? Да, да, да. Нет, вот прям такого там нету, там можно просто актуальную информацию там на сегодняшний день запрашивать. Ее можно, выписку не ждать вот эту, да, с синей печатью, можно просто в онлайн-формате, но тоже, опять же, в онлайн-формате не всегда прям точная информация. То есть, ну, бывают задержки какие-то там, ну, что-то еще не довнесли в программу, скажем так, да, а поэтому, конечно, самый надежный документ – это вот с синей печатью, то есть когда уже точно. А это, ну, наподобие автоматического какого-то, ну, запроса. И на него тоже можно опираться, но если дело касается суда, то в суд нужно только, конечно, бумажный вариант. Поэтому просто так, конечно, я не говорю, что, ребят, сходите, запросите выпуски, да, на свои квартиры, ну, зачем, они на наш денег стоят. Если, как бы, вы ничего не собираетесь с ней делать, арест жить не мешает, да, квартиру не приходят, не опечатывают, там, мебель не выносят. То есть, как бы, на эти процессы она не влияет, это влияет только, если нужны какие-то сделки с квартиры произвести, то есть либо перевести в собственность, либо, там, продать вы ее хотите, либо, ну, что-то сделать. А если, как бы, вы этого ничего делать не собираетесь, то, в принципе, вам, ну, особо и без разницы. Есть арест, нет ареста, жить он не мешает. А чтобы, вот, прямо, уведомления были, там, подписаться, там, вот, на мою квартиру, например, уведомления, чтобы приходили. Снято арест, наложено арест, нет, такой функции нет в Росреестре. То есть, если я так понял, что, получается, одна группа людей, которые хочут выйти из кооператива, допустим, они переуступают свои вот паи-накопления тем, кто, наоборот, хочет рассчитаться за свои квартиры и полностью оформить на себя. То есть, можно сказать, такая обоюдная выгода, да? Ну, да, и так тоже, и не только с целью полного расчета, а, допустим, многие же, ну, это же тоже ни для кого не секрет, открывали несколько кооперативов, допустим, на себя, на одного человека. Почему? Ну, потому что выгодно, потому что членский взнос только один раз платишь. То есть, соответственно, там, тысяча рублей или две тысячи рублей, у кого какая программа была. Платишь только один раз, а там, а деньги накапливаешь себе на четыре квартиры, допустим. И в связи сейчас со многими событиями просто и цены на недвижимость в, ну, таком, скажем так, качающемся формате сейчас остались. Очень многие люди сейчас просто растерялись, не знают, в каком регионе они сейчас хотят квартиру покупать. Ну, в связи тоже с ситуацией, сами понимаете. Все, кто там собирались на Сочи, там, тысячи желающих сейчас вроде уже не хотят, да, все, кто там хотели, Южное побережье, там, что не знаю, какие там, Липецк, Воронеж, Краснодарский край, то есть они тоже там уже не хотят. А где вроде тоже не знают. Ну, то есть многие просто заняли такую выжидательную позицию, и для того, чтобы сгруппировать получше свои же финансы, не обязательно для полного расчета за квартиру, а просто объединяют все паи в один, ну, чтобы был вот один кооператив, один паевый платеж, также получается, допустим, есть у тебя четыре кооператива, во все же нужно минимум 15 тысяч накопительных паевые платить, ну, пусть, да, членские, ладно, один раз. А так, если ты их все объединил в один, во-первых, у тебя уже сумма существенная получилась, ну, на одну квартиру, да, а во-вторых, паевые тоже только одни нужно платить, там, 15 тысяч, и все, один раз членские. То есть начали просто их группировать более компактно, скажем так. Не только все, кто полностью рассчитываются за квартиры, и те, кто в накопительной тоже. Просто копили на три квартиры, сейчас решили, лучше все вместе объединим, зато на одну уже там большая сумма хорошая будет. Спасибо. Что по поводу тех людей, которые, ну, сомневаются, есть ли смысл, например, делать взносы? Ну, я так понимаю, какой-то процент прекратил делать взносы, узнав о блокировке счетов, вот с этим как-то. Ну, да, есть такое, ну, и как бы в этом есть логика определенная, ну, потому что ты делаешь взносы на арестованный счет, да? Конечно, никому не хочется самому себе долг накапливать зря, ну, то есть зачем? Если ты просто не будешь платить, у тебя будет просто копиться долг. Для чего? Особенно, если человек, например, на оформление, вот ему вот уже квартиру покупать. То есть какой смысл? Потом надо будет где-то быстро эти деньги искать, ну, как бы не хотят накапливать. И поэтому все равно оплачивают, какая-то часть людей все равно продолжают оплачивать, какая-то часть сделала для себя выбор, там, накапливают где-то у себя дома, например, не на арестованном счете. Кстати, этим тоже пользуются вот сейчас. Хорошо, что вы спросили правильный вопрос. Этим тоже сейчас пользуются. То есть люди, которые накопили какую-то определенную сумму, ну, например, там, ну, не знаю, 150 тысяч рублей, да, просто так сказала, которые вроде бы надо внести, но уже долг накопился, они тоже помогают выйти к какому-то пайщику, у которого небольшой вот взнос, надо ему там 150 всего вернуть. Они тоже обмениваются по цессии, соответственно, человек получает деньги, там, эти 150 тысяч, а этот человек их отправляет не на арестованный счет, а в своем личном кабинете, они у него на паймом счете добавились, и все как бы. Так тоже начали делать. Ну, то есть люди стали, проявили, скажем так, немножко сноровки, и также путем объединения, то есть такого обоюдо выгодного, скажем так, обоюдо удобного, начали и так тоже помогать друг другу. Таким образом тоже. Не только покупать квартиры, но, оказывается, даже когда квартиры не могут физически покупаться, тоже можно найти варианты, как друг другу помочь. Потом с пенсионным фондом возникли, ну, некоторые, скажем так, трудности у людей, не у всех, сразу говорю, не у всех, потому что в момент возврата, если человек просто пишет заявление на возврат, и у него там был материнский капитал внесен, это тоже, это же частая история, как бы, много таких случаев. То, получается, кооператив возвращает деньги, но он возвращает их же не человеку, то есть то, что было получено из пенсионного фонда, кооператив возвращает в пенсионный фонд. То, что получено от человека, он возвращает человеку, соответственно. А пенсионный фонд не все, в разных регионах по-разному, разные есть случаи, но они тоже ведут себя определенным образом. Они говорят, да, деньги получены, но вы свое право на использование сертификата уже использовали. Все, второй раз вам такого права не дадут. Я не знаю, хватит ли у кого-то духа и спайщиков, кто-то пойдет ли это в судах доказывать, то есть для того, чтобы пенсионный фонд начался вести по-другому. Пока я не слышала о таких случаях, чтобы кто-то судился с пенсионным фондом. Не знаю просто, может быть, и есть кто-то. И люди тоже поняли, что есть риск вообще свой материнский капитал, грубо говоря, возможности на него потерять. И тоже отказались от идеи выхода из кооператива, а просто поменяли сумму желаемой квартиры. Ну, то есть, скажем так, взяли квартиру подешевле, для того, чтобы рассчитаться за нее маткапиталом. Получается, взнос у них уже внесен. То есть практически уже там сумма на целую квартиру есть. Соответственно, и как только будут счета разблокированы. Вот смотрите, когда будут сняты аресты со счетов кооператива, тоже, в принципе, одновременно будет и выплата возврата тем, кто написал заявление на выход. Ну, потому что все, со счетов снят арест. И одновременно будет происходить процесс покупки квартиры, потому что он с этого же счета делается. Ну, это один и тот же счет, собственно говоря. И поэтому люди решили, что чем писать заявление на возврат и рисковать тем, что может быть твой материнский капитал зависит в пенсионном фонде, а может и не быть, что лучше купить квартиру, потому что уже деньги на нее накоплены, на какую-то недорогую квартиру, а потом просто продать эту квартиру. Ну, то есть, зато точно ты уже использовал свой материнский капитал, он нигде не зависит. Ну, то есть, вот такие тоже случаи. Вот эти люди тоже начали отзывать, как бы, ну, немножко разобрались вот в этом процессе, вот в этом законодательстве, что это через БСТВ невозможно обналичить материнский капитал. Тебе эти деньги не вернутся на карточку. Как бы то, что получено из пенсионного фонда, отправится в пенсионный фонд, соответственно. То есть, немножко в этом разобрались, тоже чуть-чуть сменили свои стратегии определенным образом, просто снизили желаемую цену за квартиру. То есть, ну, сказали, не будем, ладно, долго копить. Собирались, конечно, большую, хорошую, дорогую, но не будем копить долго, купим просто подешевле, зато ее уже переведем в свою собственность, тоже побыстрее, соответственно, и уже будет возможность, по крайней мере, свой материнский капитал точно применить в недвижимость, как того и требует законодательство, соответственно. Таких тоже случаев много, ну, что вот еще рассказать? Спрашивайте, может, у кого-то из чата есть вопросы? Коллеги, если есть вопросы, задавайте. Или комментарии. Новости. Ну, так-то есть комментарии. То есть, насколько я правильно понял, более такие продвижения по делу о кооперативе будут в этом месяце и в августе. Я ведь правильно понял, да? Сейчас пока еще идут вот разбирательства бюрократические, верно ведь? Денис, мне бы хотелось очень в это верить, мне бы тоже хотелось, чтобы какие-то что-то было прояснилось в июле или в августе. Я не могу сказать, что так будет, потому что мы видим очень много чудес и мало ли какие чудеса произойдут. Ну, хотелось бы, но однозначно срок определенный все равно подходит. Как минимум, дата, по которой наложен арест на счета. То есть, вот или 18, или 19 июля. Я просто не помню на памяти. То есть, однозначно получается, что-то все равно должно быть, потому что должно быть либо новое наложение ареста, либо у этого все, срок закончился и у кооператива больше нет арестов на счетах, соответственно. То есть, ну, одно из двух. Что-то все равно должно произойти в этом месяце. Это как минимум. А разбирательства пока не идут никакие. То есть, в плане судебной, я хочу сказать, идут много-много текущих, но то, что касается разбирательства по уголовному делу конкретно, их еще пока нету, потому что еще пока идет предварительное следствие. Но оно тоже должно где-то вот... Они тоже не могут тянуть бесконечно, потому что люди в СИЗО. Ну, тогда надо людей выпустить, соответственно. Но мы же понимаем, что будет передано дело в суд. То есть, скорее всего, да, что где-то вот мы увидим, что будут подвижки и все-таки передадут дело в суд, если, конечно, его не завернут на доследование. Но что-то все равно будет. Какое-то движение будет. То, что это прям быстро закончится, ну, я так не думаю, судя по тому, как уже сколько времени это все продолжается. Два года. Ну, вот. Ну, не два еще, ну, в общем, долго. Долго это все уже продолжается. В общем, округлим грубо. Давайте округлим. Ну, давайте. Давайте округлим. Ну, то есть, я не говорю, что прям в июле, в августе будет все понятно, все уже, будет поставлена точка. Нет. Ну, какое-то движение будет. Потому что так вот в неизвестном состоянии это не может находиться бесконечно. То есть, что-то будет. Ну, люди просто уже тоже, говорю, научились друг с другом взаимодействовать и другими способами тоже. Даже при арестованных счетах. Конечно, жалко, что при арестованном счете нет возможности покупать квартиры. Ну, вот. Такой возможности пока реально нету. А как? Как расчеты-то производить? Тут как бы с помощью цессии не получится это сделать. Ну, с другой стороны, если, как вы говорите, решение должно быть принято 18-го и 19-го, это буквально 2 недели осталось до этого срока. Ну, поживем, увидим, посмотрим, что будет. Global Star Club. Возможности безграничны. Безграничные.